Дорогие хранители, мы начинаем цикл видеочтений международной акции «Читаем детям о войне». Я хочу сейчас прочитать вам рассказ Сергея Алексеева, который называется «Подвиг у Дубосекова». В середине ноября 1941 года фашисты возобновили свое наступление на Москву. Один из главных танковых ударов врага пришелся по дивизии генерала Панфилова. Разъезд Дубосекова, 118-й километр от Москвы, поле, холмы, перелески, чуть поодаль петляет лама. Здесь на холме, на открытом поле, герои из дивизии генерала Панфилова преградили фашистам путь. Их было 28. Возглавлял бойцов политрог Клочков. Врылись солдаты в землю, привнули к краям окопов, рванулись танки, гудят моторами, сосчитали солдаты. «Батюшки, 20 штук!» Усмехнулся Клочков. «Двадцать танков? Так это выходит меньше, чем по одному на человека». «Меньше», — сказал рядовой Емцов. «Конечно, меньше», — сказал Петренко. Поле, холмы, перелески. Чуть поодаль петляет лама. Вступили герои в бой. «Ура!» — разнеслось над окопами. Это солдаты первый танк подбили. «Снова гремит, ура!» Это второй споткнулся, фыркнул мотором, лязгнул броней и замер. И снова ура! И снова! Четырнадцать танков из двадцати подбили героя. Отолшли, отползли уцелевшие шесть. Рассмеялся сержант Петренко. Поперхнулись, видать, разбойники. Эка же хвост поджали. Передохнули солдаты. Видят, снова идет лавина. Сосчитали тридцать фашистских танков. Посмотрел на солдат политрук Клочков. Замерли все. Притихли. Лишь слышен железо лязг. Ближе все танки. Ближе. «Друзья!» — сказал Клочков. «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». «Понятно, товарищ политрук!» — ответили солдаты. «Москва!» Вступили солдаты в битву. Все меньше и меньше в живых героев. Пали Ямцов и Петренко. Погиб Бондаренко. Погиб Трофимов. Нарсунбай Есенбулатов убит. Шапаков. Все меньше и меньше солдат и гранат. Вот ранен и сам Клочков. Поднялся навстречу танку. Бросил гранату. Взорван фашистский танк. Радость победы озарила лицо Клочкова. И в ту же секунду сразила героя пуля. Пал политрук Клочков. Стойко сражались герои-панфиловцы. Доказали, что мужеству нет предела. Не пропустили они фашистов. Разъезд Дубосекова. Поле, холмы, перелески. Где-то рядом петляет лама. Разъезд Дубосекова для каждого русского солдата. Дорогое, святое место. Добро петляет лама. Добро петляет ламп. Продолжение следует...